В Собинском районе четыре человека пострадали в массовой аварии на трассе Собинка-Лакинск-Ставрово 3 июля. Столкнулись сразу три автомобиля. По данным полиции, Шевроле на большой скорости влетел в стоявшую на дороге Ладу, а потом зацепил еще один автомобиль. Столкновение было серьезным. Машина разметала по проезжей части. Отечественный автомобиль перевернулся на крышу и превратился буквально в груду металла. Шевроле слетел с трассы в кювет. Водитель автомобиля Шевроле, 83-го года рождения, привысил в безопасное скорость движения, после чего совершил наезд на автомобиль Лада под управлением водителя к 2000 году рождения, стоящего на проезжей части попутно. После чего автомобиль Шевроле совершил наезд на автомобиль Рено под управлением водителя к 64-го г. рождения, к дальнейшему упрокидыванию. В результате ДТП водители автомобиля Лада с пассажиром доставлены в больницу. Еще два человека отправлены лечиться амбулаторно. Как утверждают пользователи соцсетей, одна из скорой помощи, которая забирала пострадавших, тоже попала в аварию. Часом позже, но уже во Владимире. Пострадавшие в этой аварии, находясь в скорой, попали в аварию еще раз в Владимире. В ГИБДД зафиксировали ДТП со скорой. Медицинский автомобиль, который ехал на красный со спецсигналами, не пропустили на перекрестке. Водитель автомобиля Чанган, 2000 года рождения, двигаясь по дороге Р-132 со стороны города Нижний Новгород, совершая поворот налево в сторону бульвара Иванова на разрешающий сигнал светофора, допустило столкновение с автомобилем УАЗ под управлением водителя в 83-го года рождения, который двигался по автодороге Р-132 со стороны города Москвы, с включенными приблизковыми маячками и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии водители три пассажира машины скорой помощи направлены в больницу. Очевидцы сообщают в соцсетях, что звуковой сигнал на скорой якобы был включен буквально за несколько секунд до перекрестка. Авария произошла при мне. Только мы успели, а задняя машина нет. Поворачивали строго под зеленую стрелку. Грузовые машины стояли, навстречу за ними не видать, что по крайней левой несется скорая. Причем звуковой сигнал сирены включил перед светофором, а не заранее. Я сам испугался. Просто большинство водил на скорых думают, что они на танке так же, как и пешеходники. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварий.